Всем зрителям большой привет, с вами Катархонт, это Император Рим и третья серия меди-матрики наших галлов в Риме. И да, один из самых интересных вопросов, которые мне задавали и просили показать и показывать в целом каждую серию, это то, как у нас развиваются самые интересные страны, то есть те самые мажоры, которые изначально были. Здесь Карфаген, у которого 190 городов, 1500 развития по населению, кстати, но всего 26 когор, в то время как у нас с вами их 47. Разницу, понимаете, да? Рим тоже 16 когор, вроде как 44 города, кстати, по городам мы с ним схожи, даже у нас чуть побольше, но население, как видите, разница очень сильно, все-таки Италия и наши регионы это разные. Кстати, я вам сейчас вот про эту вещь расскажу и покажу, я до этого не показывал, да что-то как-то не обращал внимания, сейчас с этим как раз-таки разберемся. Египет себя чувствует очень хорошо, 60 когор, 200 городов, 2000 населения, это прям просто отпад. Македония у нее немножко разрослась, но по-моему она себя чувствует не очень хорошо, ибо не сильно она увеличилась, да и по силе, кажется, ну как Рим, кстати, смотрите, почти как Рим. Хотя и городов опять же больше, но по народу почти как Рим, да и по армии чуть-чуть побольше. Но это все относительно, все равно же, там очень много модификаторов накладывается, и армия может быть очень сильно разнится. Здесь распалась Фрегия, как вы могли видеть поначалу, здесь немножко пострадала Армения, здесь селевки, да, развалились на кучу разных стран, в том числе тут Вавилония появилась. Вардат, здесь правительница женщина. Бактрия вроде как жива, здесь Маурия очень крепкая, не знаю, это будущий гегемон или что, но просто это ужас на самом деле, что выглядит. 7 тысяч населения, 554 города и всего 62 когорта. Я, честно говоря, не представляю, как он будет давить повстанцев, которые здесь, скорее всего, могут быть. Это же будет просто ужас. Прикиньте, у него там реально восстанут повстанцы, и это же ужас, что ему тут делать. Великая держава, ну реально, городов не менее 500. Единственная великая держава на карте, которая есть. А теперь вот об этом. Это традиции той или иной страны, вы видели у нас варварские традиции, я же хочу показать, какие еще другие есть, и на самом деле их очень мало на данный момент, это грустно, но надеюсь, что будет расширять. Индийские традиции, я не буду зачитывать эти бонусы, я буду вам просто их показывать, чтобы вы понимали, что к чему. Персидские традиции, то есть бонусы можете на паузу поставить, прочитать, все подробнее узнать. Кстати, смотрите, у Бактрии персидские традиции, у Парфи греческие традиции. Это вроде бы две страны рядом, да и происхождение, как можно сказать, отдаленно схоже. Здесь тоже все персидское, здесь уже перетекает в греческую культуру, то есть она здесь у нас, как видите, во всех этих регионах, правда, где-то есть страны с персидскими традициями. Да, греческая, греческая, греческая. Здесь варвары уже пошли. А вот про варварских традиций вообще на самом деле грустно, я понимаю варвары варварами, но, мне кажется, варвары в Испании и варвары в Германии, все равно хоть чем-то отличались, но везде варварские традиции адаптипны, то же самое из Британии, как это касается. То есть везде вот эти вот, вот этот, можно сказать, огромнейший кусок карты, это все одинаковые традиции. Ну, как и в Европе было в свое время все схоже, надеюсь, здесь также упоминаю. Здесь североафриканские традиции, в Риме и, собственно, в соседних с ним стран традиции италийские. И последний вид традиций, который есть, это вот эти вот, ливантийские и аравийские традиции. Все. Больше никаких особых традиций нету, либо же я, может, что-то не заметил, можете поправить, но вроде бы это все виды традиций, которые на данный момент нам с вами сюда завезли. Так что только с ними можно играться. Ну да ладно. Давайте теперь понемножечку стартовать. Сейчас хотя бы вроде на... Я вот не знаю, кстати, что и как с охранкой, но у меня, да, что-то как-то подтормаживает. Я реально проверил игру на нарушения какие-то, но ничего такого не заметил. Вся проблема в том, что, наверное, мы с вами стали играть с Iron Man, и это подтормаживает все равно игру сам по себе. Притом, смыслов это не дает. Если что, достижения сейчас с Iron Man лично у меня почему-то выполнять не получается. Я, конечно, пытался, но вот видите, какие-то... Ну вот что вот это за зависание? На 26 декабря 1472 году. Может быть, это так Iron Man влияет? Так, конец гражданки. Хорошо. Даже не знаю просто. Такие сложные просчеты. Так, у нас там кто-то что-то делает. Но это как-то ладно, нам на это все равно. О, военный союз. А, да, не только. О, Вермандуя. А-а, вот сколько стран. Не, нападать здесь рискован. Минапия, смотри-ка, как хорошо разрослась. Гарантировал поддержку. Ну, сейчас, да, здесь вот вся... Вот, кстати, вот проблема вот этих вот союзов, которые здесь сделаны. Они, с одной стороны, вроде бы и имеют какой-то смысл, те союзы, то, как они организованы. Но, с другой стороны, посмотришь... Это очень странно. Ну, то есть, по системе вот это вот... Смотри, у тебя 24 города, ты местная держава. У тебя их 25-26, ты региональная. И ты уже с местными державой союзниться не можешь. То же самое и в других направлениях. То есть, пару городов решают тот смысл, можешь ли ты союзниться с соседями или нет. В Европе таких проблем нету, но при этом все равно игра интересная. То есть, да, это для усложнения сделано. Чтобы ты стал большим, и тебе было сложнее управляться. Но почему нельзя сделать был этот уровень через один? То есть, к примеру, местный держава может взаимодействовать с городом-государством, но с ордой у поселенцев нет. Также местный государство может взаимодействовать с региональной, но не может с крупной державой. То есть, чтобы разлет был через единичку, это более-менее как-то связано. Хоть как-то. Но вот с таким большим разлетом это, конечно, смотрится немножко грустновато. Ну, ладно. Что завезли нам, то завезли. Что у нас по карте появляется в богеме? Римчик там вроде какой-то. Я не знаю, почему такие тормоза, кстати, пошли. Вот серьезно. Притом, если что, у меня ничего лишнего, как бы не запущенного в этот момент. Я ничего не рендерю, не нагружаю свою комп отдельно еще как-то. То есть, ну, это можно было подумать, что, типа, у меня тут на фоне еще куча всяких процессов. И игра из-за этого начинает так. Да нет, вроде все нормально. Притом, по настройкам я тоже ничего не менял. То есть, я оставил всю ту же самую схему, которая у нас с вами была. Ну, чтобы не мучиться. По деньгам все нормально. По экономике здесь у нас пока про рост населения идет. Что, безусловно, хорошо. Да что, что будешь делать-то, нет. Меня прямо это очень не радует. Вот с чего это вдруг? Вообще игра зависла. Прекрасно крутящийся кружочек, говорящий о том, что игра виснет. Ну, вся проблема, да, скорее всего, с этим режимом одного человека пока что. Мне, конечно, не хочется как бы из-за режима одного человека сейчас все это дело к чертям слать, да? Надеюсь, одумаешься? Блин, как она прям фигово себя чувствует. Жесть. Это просто ужас. Я, конечно, не отрицаю, что это, возможно, и с моей стороны проблемы какие-то. Может быть, реально так. Но игру я реально проверил. Там был один ошибочный файл. Он его переписал, быстренько сделал. И вроде как все должно быть нормально. Сейх, я не знаю, как мог повредиться, на самом деле. Я его не пересохранял, ничего. Поэтому это очень странно, на самом деле, что у нас сейчас с вами творится. По нагрузке на комп, вообще нагрузки особо нету. Запись работает нормально, не тянет. Какая-то, на самом деле, фигня. Творится. Так еще и сейчас игра опять подвисла. Замечательно. Вот называется, решил записать ремчик. О, отвисла. Спасибо за денежки. Мне какая-то хрень, на самом деле. Мне еще гражданка. Может быть, из-за большого количества гражданок он так подвисает. Типа, там гражданка, там гражданка. Все надо просчитать. Сейчас вроде нормально пошел опять. Я не понимаю, как это дело опять подвисает. Но он подвисает под конец месяца, когда у нас близка сохранка. Айронменовская. Может быть, это реально дело в этом. Мне обидно терять, на самом деле. С одной стороны, то, что мы добились. Вроде бы да, немного, но можно начать заново сейчас. Но это, конечно, печаль. Звезды войны. Найдите джаву, которая может завевать. Ага. Хорошо. Хочешь, я тебе покажу державы, которые рядом со мной и которых... Можно... С которыми можно повоевать. Раз. Да, видишь, видишь теперь, какая здесь классная идея с войной, да? Не находишь? Вот единственная страна, на которую можно реально влететь, захватить две эти территории. Но опять же, а нафига влетать в такую страну, где пару брони и морни. Давай тогда действия соотношениями... Ой, действия союзным. Отозвать гарантию к поддержке. Давай сделаем так. Пожалуйста. Пусть я не против. Отзовем поддержку здесь. И по тайным действиям попытаемся залететь. 185. А, собственно, что это? Дождут. Давай армию подводить. Так, это моя армия, это моя. Эта армия не моя, мне ее не жалко, поэтому ее, наверное, отправим вот сюда. Вот эту армию мне тоже не особо жалко. Мы отправим с вами сюда. И тебя вот сюда. Все, погнали. Тысячу я оставлю в столице. Я, конечно, понимаю, что он, скорее всего, с этой тысячи может прийти и разобраться. Он воюет с... Подожди. А, у него повод для... Я вот смотрю на это и думаю, что все время это повод. Оборонительный союз, кстати, у него есть. Да, подожди, что-то я как-то самонадеян. Да что, что будешь делать-то? Алло, игра! Я самонадеянно как-то. Буровики сюда влетают. И... Мариня. Это все. Если мы сюда залетаем... На нас, кстати, в нем нарушение перемирия с державой. А перемирия у нас с тобой до какого? До... 83-го. То есть 10 лет перемирия. Да ну, 10 лет это ждать долго. Нам сейчас бы надо повоевать. Кстати, очень проблемно то, что везде плюсики. То есть вот страна вроде бы побита, а она все равно согласна уступить в войну. Жесть, сколько у них союзов. А как у них... Вот как у них хватает на такое количество союзов отношений? Мне прям интересно... Не, мне реально интересно. Это же... А, его можно завоевать. Кстати, да. Правда, один город, а на один город тратить свои эти. Тут Фиромундия придет на помощь. Это неприятно. И тут 17 тысяч вообще и ацон. Ну да, 17 тысяч ради одного. Кстати, вот как в одном городе на 11 жителей можно содержать так много... Ну да. И что здесь есть? Зерно и овощи? Хотя, подожди, что это? Зерно и овощи. Хм. Хотя вот это тогда будет поинтереснее смотреть. Здесь и населения немало, да и просто... Давай тогда сюда. Ладно, так уж и быть. Я тут слегка... А, это моя армия. Погодь. Тогда постой. Тебя вот сюда вот. Тебя вот сюда вот. И тебя вот сюда вот. Вот так вот. Тогда здесь по объявлению войны мы ничего не получаем. Предъявляем претензию. Да, я знаю, что за 12 населения платить 180 не очень-то логично на самом деле. Но раз такая возможность есть, то давайте ПВМ. Нам при том друиды тут обещают поддержку. Я не хочу жестоких войн сейчас. То есть я не вижу в них смысла. Потому что КПД и выхлоп от этого будет вообще фиговым. Мы сейчас только вот недавно провинцию себе успокоили. Вот эту вот, в которой было вполне себе больно все. Ну вон, 12 тысяч. Ну да. Ку-Герния. Правда, я не знаю смысла ее захватывать. А, нет, подожди. Она к региону относится к этому. Где тоже мы, где наша верность растет. Поэтому можно вполне себе. Я бы на самом деле тебя, наверное, поменял все-таки. Давай их махнем. Ну, чтобы более ударная армия была. То есть не та, которую мы сейчас владеем. Так, набираем войну тогда. Никто не вступается. Он, конечно, может где-нибудь наемников подонять. Но я сомневаюсь в его... А что, все вот так красный? Да ты что, ты издеваешься? Звезды войны. 50 благочестия, бою 2 плюс 10. Ну, как бы... Как бы это было ожидаемо, что он ничего не сможет. Я не знаю, кто тут надеялся на победу на самом деле. Как много моих воинов... О, все! Мы шотнули. Идеально просто. Это была очень долгая битва, знаете. Очень долгая и сложная битва. Я прям не верил, что мы здесь выиграем. Но, по-моему, мы порвали вообще без проблем. Прохода. Дипломатия. Хорошо. Денег очень много. Сейчас еще станет почти 5 монет дохода. 5.22 даже. Офигеть просто. Просто офигеть. С таким доходом живем. Жесть. 5.7. Кстати, а что у нас здесь по краям? У нас где-то должно было быть... О, скоро здесь население, да, подрастет? А, почему? Да, вот рост идет. Здесь пока нормально. Нормально, нормально. Во! Кстати, здесь единичка до роста осталась. Прикольненько. Здесь тоже немножко. Ну, просто... Я знаю, что можно переселить, типа, и побыстрее сделать. О, смотри, какие наемники классные. Чемпион племени. Моргани. Да ладно. Получай. Я не против. Пускай становится чемпионом, пускай радуется этому делу. Это его выбор. Так, по лояльности у нас все нормально, да, несмотря на повстанцев? Да, по лояльности у нас все хорошо. Так, право прохода очередное. Ну, кстати, вроде бы игра разошлась. То есть, я не знаю из-за чего, но вроде бы сейчас она более-менее нормально работает. Я уже думал, все. Ругаться на нее, говорить, что все плохо. Ну, нет. Все нормально. Налоги в провинции. А, два уровня уже могу. Ничего себе. Вот так вот сделаем. Здесь аж два уровня можем. А, ну да, здесь свободных граждан столько, поэтому давай сделаем. Ну, не, нам, конечно, больше торговку и все остальное. Ну, ладно. Разберемся так, я думаю. Не критично. Ты осаду-то там завершишь? Нет, друг мой. А то уже так долго эта осада идет. Да. Мы с гневом узнаем, что ли, в ске местных державах, Гальск, раздавающие динамы соглашения на проход их войск. Ну, как бы в этом ничего страшного. Ну, ну, убрал он это разрешение. Что такого-то? Нам сколько? 0,89 агрессивки за это дадут? За что? Мы же, как бы, это, претензию брали. Ну, блин, обидно. Давай. 0,05. Нормально. Наши враги не заслуживают пощады. Ну да, давай себе хоть немножко популярность сделаем повыше. Так, что с этим регионом? Все стабильно, да? Хотя немножко они и давят, но не так уж и сильно. Здесь и население продолжает расти. Кланы, кстати, вот, то есть племена, они прям такие себе идеальненько. А вот свободные граждане и граждане просто. Классно. Свободные граждане и граждане. Вот, конечно, мне кажется, тут с переводом накосячили. Потому что звучит это несколько странно. Мы крепость еще. Ну да, мы крепость здесь получили. Она, кстати... А, нет, дождя, где? А, крепости здесь нет. Ну ладно. Я просто, где-то здесь крепость заимели. А, нет. Так, хорошо. Нам просто так платят деньги. От одного клана другого. Тридент централизации держал. Кореи потеряют. А крит. А крит у нас с вами владеет. Этими подкупить я его, конечно, могу. Но, блин. А дум? Дум тоже владеет, да, своими этими. 60. Ну ладно. Давай, подкупим тебя в ответочку. Все нормально. А, ну мы... Блин, я мог устроить трюм. Зачем я это сделал? Вот я, конечно, забыл. Это я забыл. Ну ладно. Хорошо. Не страшно, ладно. Немножко заплатил, заплатил. Так, все построено. Этот по деньгам... О! Зачем парился насчет него? Он взял и сдох. Он взял. И он мне оставил 12... Это ты, конечно, даешь. Взял, оставил мне 12 просто кассиков, да? Трусость нет. Продажность. Да что ж вы все какие-то тактические негибкость. Военное дело плюс 1. Деста тяжелый боевой. Шанс роста верности. Эффективность при правителе. Ну давай тебя тогда. Не знаю даже. Тебя может наймем тогда. Когорты под командованием, военадминистрация. Ставим так. Здесь тогда по налетам у нас все хорошо. 4, 7. Ну ладно, тогда его и оставим здесь, наверное. Также рассиживаться. Это у нас новый как раз этот, да? Корей. 70-летний, кстати, что не очень хорошо. Так, ну тебя пока можно сюда поставить. Хотя он уже делает двух лучников. Ладно, разберемся потом. Благословение на прирост, да. Чтоб у нас прирост был побольше. Ну и нам бы надо этих жителей поповышать, да? Опять с вами. До свободных. А то как-то все печально. Да не обратить. Ну ассимилировать, да, конечно, хорошая идея. Повысить. Я бы повышал их. Вот так вот. Они, правда, опять же все будут недовольны. Но зато у нас науки 5,7 уже. И этого на самом деле очень мало. Да. Как-то мы с вами сидим очень медленно. О, экспорт. Смотри, сколько экспортируем. У нас просто торговля прям офигеть как растет благодаря этому. Пятеня. Семерка. Восьмерка. Семерка. Ну да, тут более опытных даже и не сыскать. Была бы, может быть, надежда. Ой, а что, что, что с четверкой-то сидишь? Подожди. Во. А то как-то вообще было все грустно. У меня какие-то уже народы пошли слабенькие. Немножко печалит. Трибакиня. Ну-ка, трибакиня. Ты кто уже? Местная держава все равно. У нее 17 городов. Блин. Выглядит просто не как местная. Я подумал, может быть, уже не местная реально. А нет, местная все равно. Да, хорошо. Проход. Так сообщают о разрыве проходов. Как будто бы это, знаешь, прям грусть, печаль, беда. И я должен расстроиться. Типа, тут проход разорвали. О, нет. О, нет. Как они могли? Но мне-то как-то все равно, честно говоря. Может быть, переселить раба все-таки? Вот откуда-нибудь сюда. Давай переселим. А, подожди, это же не отсюда надо. Сейчас бы вспомнить, как это делается на самом деле. Хотя, подожди, можно у макростроителя? Вроде бы можно. Повысить, обратить, ассимилировать. Подожди, как-то можно было это сделать? Мне бы сейчас вспомнить, как это делается. Людские ресурсы плюс один. А, во, точно. Вот так вот можно, да? Давай тогда раба переместим в бону, на самом деле. А, подожди, я могу только... А, я только в районе провинции могу. Хорошо. Тогда в районе провинции мы вот и отсюда тебя переместим в бону. Смотри, теперь я могу колонизировать. А, не могу. Подожди. Почему я не могу переколонизировать это дело? Подожди. А, доминирующая культура нет. А-а-а, культура. Да, нам нужна культура доминирующая, чтобы переместить. Все понятно. Нам тогда еще их ассимилировать в боне надо тогда. Подожди. Давай парочку ассимилируем. Теперь посмотрим, колонизировать. А почему? Подожди. Так, 100 благочестия, 40 этого. Хорошо. Подожди, а почему я теперь не могу все равно? Триверская. А может быть доминирующая культура не триверская вот здесь вот? Из-за этого я не могу колонизировать? А как я могу повлиять тогда? Или доминирующая культура именно должна быть в этом регионе? Ну, то есть, да, в этой провинции должна быть доминирующая. Это хороший вопрос, на самом деле. Ну, посмотрим. Может быть, когда-нибудь нам разрешат. Довольство, кстати, очень маленькое у жителей. Это меня печалит. Так, а чем это нам даст? Долог, налог, доход, местный уровень централизации, людские ресурсы, уровень крепости, локальный прирост, довольство рабов. Не, давай построимся здесь тоже. Раз у нас народу полно, время процветает. Ремя получит следующий. Ремя. А почему нулевой рынок? Интересно. Подожди. Почему нулевой-то? Ремя получит следующий. Рынок 0. А у нас, наверное, там уже время просто все заработает. А где у нас Ремя? Нам город Ремя. Хорошо. Давай найдем. Нарвия, Нарвия. А вот Ремя. А нет, может построиться. Давай тогда вот так вот. Все. Почему нулевой показывало, кстати, странно. Ну, конечно, логичный рынок. Зачем 28 монет? Как бы это даст больше плюсов в будущем. Ну да, очень странно на самом деле это выглядит. Ну, давай еще поассимилируем. Я как бы не против поассимилировать еще народ. Все равно перемещать нельзя. Ну, может быть, реально. Но, посмотри. Тут же, когда я рабов хочу, тут просто говорят, что нельзя. Типа рабы. То есть, как бы, рабы, походу, не влияют. Смерть и Куя. Свита Крида. Свита этого растет. Так, и у нас отсутствие губернатора, кстати. А, вот в этом регионе губернатора нет. Ничего себе. Харизма. Локальный прорис населения. Такой себе губернатор, на самом деле. Ну, давай. А вот, вот тут. Три веры. Вот. Вот тут колонизировать, кстати, мне кажется, было бы логичнее. То есть, тут сразу же три верская. Три веры. И можно было... Может быть, реально отсюда стоило пойти. Но тут у нас сколько? Семеры. Это надо... Очень много народу будет приседать в одну территорию ради чего-нибудь. Три верская, три верская, три верская. Ну, я, конечно, могу отсюда взять, но и мне побольше территорий. Чё, я сюда все племена попересажаю? Ну, давай. Хорошо, давай. Друидизм. Переместить. А, подожди. Я и отсюда могу? А, вот отсюда я тоже могу. Давай тогда отсюда мы тебя переместим. Переместить. Где тут? Вот он. В бинге. Переместить. В бинге. Переместить. В бинге. Отлично. В бинге 10. Смотрим. Во, я могу колонизировать. 20 монет. Тверский. У нас появляется новая территория. У нас здесь появляются лошади, кстати. И у нас здесь очень нестабильно. Всю, да? Удар по верности провинции. А могу ли я колонизировать вот это? Вот. Вот так вот. Хорош. Это так легко, элементарно проходит колонизация. Мы сейчас только что получили столько населения с вами. Мы сейчас, по сути, очень много населения получили чисто на халяву. Интересно. Интересно. Девки пляшут. То есть, смотри, реально. Мы получили эту территорию. Притом, удар, конечно, да, по стабильности. Но не сильный. Я колон... Да, нельзя. Недавно поддержала колонизацию. А, именно эта территория. То есть, мы не можем с той же самой территорией переделать. Ага. Отлично. Я понял. То есть, территория может единоразово поддержать колонизацию соседней территории. Потом уже она сидит без дела. Давай попытаемся ассимилировать все-таки побольше бону. И, может быть, вот так вот нам дадут? Да, дают. Отлично. Ну, смотри, новый регион. Лояльность, конечно, падает. Губернатор не назначен. Продажность. Оу. Оу. Довольство рабов провинции. Ну, давай. Но все равно падает очень сильно, потому что здесь ассимиляция нужна. Смотри, племена недовольны. Средним уровнем довольства таким обладает. Так, держава медиаматрики. Получает довольство свободное. Цена обращения. 25 гражданского. Да, конечно же. Давай сделаем. Эти мы, получается, сейчас можем здесь как раз ситуацию улучшить. Так как оно дешевле стало. Вообще, можно было бы, конечно, сделать... Какого? Где тут? По экономике. А, я не могу. 134 монеты на дне. Это дорого. Это дорого. Не, ну, колонизация выглядит, кстати, интересно. То есть, я на халяву так наполучал территорий. Потом здесь скот, как видите, лошади. Очень хорошая такая территория с ростом. Да и с кавалерией здесь можно нанимать. Это вполне себе неплохо. А, кстати, а что я парюсь, если я могу переместить их отсюда? Точно. Я же... А, нет. Я бы, конечно, лучше ассимилировал их. Так вот. Ну, как бы, да. Я просто забыл, что здесь, как бы, их надо еще обращать. Просто если мы их не будем обращать, то они будут, опять же, очень плохо относиться. Ну, культура, да. Культура, это, конечно, проблема. Давай ассимилируем. Ты нажалась? Нажалась. Все равно, кстати, недовольна. Но уже не так сильно бьет. По крайней мере. Ибо здесь, в основном, проблемы с племенами сейчас. Но у них, в счастье, кстати, нормально. Повышаем. Может быть, здесь что-нибудь построите? Налоги, доход, местный уровень централизации, локальный прирост, удовольствие рабов провинции. Культура, конечно. Да, поставим это. А теперь просто ассимилировать их надо. Конечно, можно к ним подселить кого-нибудь. Подожди. Давай вот отсюда переселим. Переместить. В Тенкетрию. В Тенкетрию. Давай отсюда тоже переместим. В Тентекрию. И из Бона, наверное, тоже. Переместим отсюда, наверное, раба даже. Во. Как у тебя? Во. Намного лучше. 0,17 уже. Типа народ такой стал спокойнее. Мы можем, кстати, дальше ассимилировать. Ну, колонизировать благодаря этому. Вот, кстати, Триверская. Друидизм. То есть, культура наша. Единственное, что друидизм только. А так вполне себе смотрится неплохо. Хм. Интересно, интересно. Ну-ка. О, не сильно так и территория. Это бедно 0,07 всего. По-моему, выглядит интересная колонизация, выглядит. Без вопросов. Куча очков вливаешь. Притом, кстати, вливаем мы не только одного вида очки, что, конечно же, удобно. Ибо вливаем мы одного вида, это было бы, конечно, скучнее. Напряженность на местах. А Триверская станет родой до Тенкет. А! Местная вау. Триверская. Навезий. Боно. Конфлюенте. Лакобартия. Подожди. Конфлюенте. Лакобартия. Боно. Но я бы когда не очень хотел, чтобы здесь рост особо шел из-за волнений. Потому что это может дарить нам по... Хотя вот здесь вот нам не вдарит, потому что это столичка. Вдарит вот здесь вот очень сильно. А, давай. Не сильно, кстати. Не сильно это сказалось. Наоборот, даже стало попроще, по-моему, немножко. Так что оставим как есть. Зато у нас тут, получается, теперь культура будет... Да, Триверская друидизм. Ну все. Как бы Триверская друидизм. Здесь тоже все. Триверская друидизм. Все, получается, у нас здесь все население. Более-менее чем... Да. Замечательно. Замечательно просто. Во, уже можем дальше колонизировать. Смотри. Вообще... А, ну это уже другая территория. Я бы тут это колонизировал. Кого переместим? Свободную, да? Ну давай. Тут, кстати, более-менее довольны все. Да, хотя минус 0,1 тоже дает. Здесь опять же надо, наверное... А, нет, Триверская друидизм. Свободные тоже Триверы друидисты. Ну, рабы, как понятно, тоже Триверы друидисты. Здесь у нас лошади, вайда и меха. Но они опять же просто есть. Не то, что в достатке. А что с тобой? А, подкупить надо двадцатку. А нельзя Триумф? Ага, зачем я на него потратился, если это... А, это презираемая семья. Блин. Это Дурати, который. Дурати. Ну, знаешь, Дурати. Мне как-то все равно. Что по городам у нас? 55. 55 городов. Здесь, кстати, не очень спокойная ситуация все равно. А что он поставил? Он поставил... Ага, он поставил присвоение богатства. Не, ну ты, конечно, молодец. Ничего не скажешь. 0,17. Он постепенно, конечно, будет успокаиваться, эти территории. Не так уж и сильно. А я их все равно никак особо лучше пока не сделаю. Так, вот эту вот армию надо, кстати, перевести сюда. А то от зимы страдает. Надо бы их успокоить. Все. Нормально. Ну, смотри, легкую кавалерию теперь начали нанимать. Ой, молодцы какие. Ну, я же дал доступ к ней. Теперь есть и легкая кавалерия. Они такие, давай-ка мы ее сделаем. Давай. Давай мы, наверное, сделаем с тобой у нас беспорядки. Волнение вообще почти уменьшили. Все. Все. Потому что нас беспорядки чуть успокоим здесь. Я думаю, что дальше можно начать колонизацию на самом деле будет. Хотя вот не знаю, стоит ли так усиленно в нее уходить. Смерть, эммануэнция, корея. Сколько народу погибает. Сколько старых истинных правителей, вот с которых все начиналось, у нас все-таки помирает сейчас. Это, конечно, грустно. А, триверская друидизм. 3-3-6-7. Нам бы сюда переселить, да, кого-нибудь? А, вот отсюда можно. Давай-ка сюда в Узипетию. Во, хорош. А, ну столица, я так понимаю, является та, где больше всего народу, типа, да? Я могу ланд, да, колонизировать? Во, нормально, в ланде уже 4 этих. А ланд нам дает как раз-таки зерно, что повышает локальный образ населения. По-моему, более чем удобно. Так, нам теперь... В ланде. 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 И в ланде. А мне все равно полно этих гражданского влияния, которого тратить вообще-то некуда даже. Во. Это все один регион, да? Да. Дальше просто культура уже другая, поэтому... Ну смотри, мы как неплохо расширились, чисто благодаря колонизации. Я понимаю, что не сильно мы... Хотя нет, почему? Нормально народу на самом деле пополучали. То есть, я хочу сказать, не сильно, а на деле-то мы все равно пополучили его неплохо. А почему у нас такие дебафы большие, содержание армии? А-а-а, блин, у нас еще какая-то армия, да, освободилась. О-хо-хо-хо-хо. Да вы издеваетесь. Я, конечно, не против содержать... Давай-ка я сделаю вот так вот. Так. Давай тебя тогда в единую целую. Дурацкая армия будет на самом деле. 25 влаяния, стабильность. Потеряет... Не, разогнать смутянов просто отправим очками. Потому что я терять как-то дебафы здесь получать не очень-то желаю. Что здесь? Налеты. 3-2. Ну да, хотя бы теперь хоть плюс. А то как-то нам очень много армии под свой контроль дали. Я, конечно, не против. Мы благодаря этому выглядим мощной страной. Это, конечно, круто, но... Все равно немножко такое себе. Ну а так у нас очень много всего покупают, на самом деле. Или он сидит своей политикой губернатора радостный. Такой. А что эти здесь? Ну, они успокоятся временем сами. Что поделать? Довольство такое. Я бы новый регион тоже, на самом деле, закалонизировал. Но, опять же, это дорого. Хотя, с другой стороны, таким образом мы можем добраться до Германии. Но, опять же, Германию захватывать невыгодно. Потому что мы ничего особо с этого не получим. Личная армия. Морганий. Да тебе уже сколько годочков-то. Легкая пехота. Моргания. Где? Тебе это армия, блин? Нахереть какая-то. Да хорошо. Как бы я ничего против не имею. Нанимай хоть сколько. Это же странно за меня воюешь. Веру пока у него никто не отменял. Она у него большая. Так что... А нами кто правит? А до сих пор живой наш картотель. Жив. Продажные, правда, тварь. А так нормально. Получает 15 известность. Да, нафиг тебе нужна эта известность. Под старость лет-то ты чего? И так сойдет. Ну, здесь, кстати, треверская эта. То есть, смотри, вот если сюда кого-нибудь переселить, давай-ка мы отсюда переселим. Вот сюда вот. Я ведь могу колонизировать. Но опять же, 0.4. Здесь 0.2. Здесь полно народа. Просто из-за того, что очень много народа, мне... Новая территория. Это тоже ты, да? Да. Но это его соседство. Здесь кожа. Скорость рубовки каргот. Город. Ассимилировать, кстати, здесь нет смысла. То есть, они все нужных этих. Просто у них как бы... Это... Настройка. Настройка плохая, знаешь ли. А так они себя чувствуют вполне себе неплохо. Колонизировать. Во. Колонизировать. А, отсюда нельзя, потому что здесь пока маловато. Но я отсюда могу переместить. А, в Лопадуне и так 10. А почему я из Лопадуны не могу? Держава могла и так недавно поддержала. Вот эту зато могу колонизировать. Во. Ну, кстати, здесь все нормально. То есть, здесь нет особых проблем. Я бы даже сказал, более-менее все хорошо. Ну, вот этот район, ладно, тоже захватим. Хорошо. Хотя этот бы район было бы неплохо забрать. Но здесь население, опять же, надо подобрать. Конец фиромандуйской гражданской войны. Так, 4, 2. А здесь очень... Ну, во, вот эта территория классная. 8. Вот отсюда, да, переселить. Переместить в Ландию. Колонизировать. Из Ландии. Вот. Здесь сразу же полно народу. Отсюда мы... А-а-а. В ХТ. А без разницы, кстати, куда мы пойдем. Давай в ХТ. Ой, доминирующая культура. Нет, я понял. Я вас понял. Зря я, конечно, его ассимилировал. Надо было ассимилировать этих. Так вот. Отлично. Быстренько так всех обращаем. Кстати, это очень... Ну, как бы... Смотрится странно, то, что такое быстрое обращение. По-моему, было бы логично, если бы оно было основано на хоть какой-то вероятности. А то так как-то слишком легко, на самом деле, выглядит. Ну, ладно, что есть. Зато у нас тут ресурсов, кстати, более чем предостаточно. Здесь и кожа, и ткани, и скот. Влиятельные друзья. Карто Ки Куки станет державой и Ки Ки Ки. Ну, давай. Какие у них сложные имена-то местные. Колонизировать не дает. А, до 83-го... До сентября. Ну, тогда... До сентября потерпим. А это тоже, наверное, будет где-нибудь только... Да, до 8-го января. Ну, нормально. Смотри, мы расширились на эти территории. Вот здесь вот расширились на несколько территорий. И здесь расширились на несколько территорий. И все как бы вообще элементарнейшее. Вообще как-то просто. Я даже не ожидал, что это будет так легко. Здесь древесина. Кстати, древесина полно. Да, 3 древесины. Мы можем ей начать торговать. Даже 4 древесины. Вот это, кстати, интересно. У нас излишняя ткань здесь. Вообще классно смотрится. По-моему, вполне себе неплохо так. Так, ну, единственное, что... 4, 7, 4... Я бы, наверное, тут это вот пока заколонизировал. Угу. Здесь у нас все нормально. Вы понимаете, какой другой путь сюда нельзя прокладывать. А по населению все нормально, да? Тревесские друиды. Ну, все. Мы просто... Мы не захватываем, мы расширяемся. Ну, друидизм белоской и стивенонской культуры. Но друидизма нашего достаточно в стране. Ура! Новая военная традиция. Бонус при равнинах. Давай возьмем. Теперь на равнинах нам надо больше драться, да, с вами. 2000 теперь надо накопить. Вот это уже долго будет. Ну, а что поделать с другой стороны? А что? А зима в городе, в столице влияет даже, региона. Кожа. Кожа, кожа. Хорошо. Где-то, видимо, избыток кожи был, он у меня забрал. Я вообще ничего против этого не имею. Как бы, пожалуйста. Сколько душе угодно будет. Давайте разберемся с этой территорией. Тут уже должно быть на нуле, да. А вот здесь вот, конечно, пока... А, 20 уже. Я думал, сейчас займемся. Нет, здесь пока нет очков. Ну, смотри, здесь у меня могут уже зерно закупить. Да и мой излишек неплохо влияет. Да еще и меха здесь есть. Что хотят? Кожа. Бери. Ну, замечательно. Мы по деньгам сейчас себя чувствуем прекрасно. По территориям тоже неплохо. Губернатор у нас здесь сидит. Города более-менее держат. Честь воина. Дисциплина, шанс роста верности. Морганит. Морганит. Ну, давай. У нее так верность хорошая. То, что плюс-минус чего-то мне не страшно. А зачем ему лечение? А, артрит. Ну, тут я уже с тобой не буду даже возиться. И так как-нибудь выживешь. Не маленький уж. Не, ну, система колонизации, которой мы с вами как раз поигрались, вполне себе выглядит приятно. Донария. Очень много регионов. То есть, по сути, можно вообще не воюя. Переселяя свое население, можно вот это вот все заселить. Что, собственно, кстати, я так понимаю, вот здесь вот и делается. Ну, я так понимаю, да, именно от этого все идет. И вполне себе неплохо жить. Мы, кстати, скоро сможем заклонзировать вот это вот дело, потом вот это вот дело. Благодаря как раз таки тому, что у нас здесь население подрастет. И все это провинцию закрыть в итоге-то. А это нам позволит взять и меха, и древесину здесь еще, и скот лишний, и ткань лишнюю. Так что вполне себе. Мы так не войной. Не военными активными действиями сквозь кучу противников, которые здесь есть. Беловес. Ха. Важную должность. Повреждение мозга? Неплохо. Ну, как бы, извини меня, но с повреждением мозга мне тебя трогать уже никуда нельзя. Если бы его не было, мы могли бы его поставить на харизму, к примеру. То есть девяточка. Это вообще без вопросов. Я бы с девяточкой его воткнул. То есть это смотрится, ну, вполне себе годно. А то, что ныне выглядит, то нет. Спасибо. Ибо как бы мне и так нормально. Ну да, здесь опять же все старики, никого из молодежи нет, у кого заткнуть. Да, все старые. Вот и что у нас тут? Благоторик заболевает. Возвеличить? Не, возвеличить нельзя. Подкупить можем. Ну так вот. Чтоб меньше проблем было какое-то время с ним. Ну, Рим, смотри. Рим расширился. Рим вообще уже 75 тысяч 100 имеет. Ну, вот это я понимаю. Ну, просто Италия, это вообще богатенький регионик. Македония распалась. Сливки доживы. В Армении чуть разрослась. В Риге. В делах. Маурцы. Вообще себя чувствуют прекрасно, по-моему. У них население еще больше стало. Городов-то столько же, а население еще больше. У нас, кстати, 77 когорт. То есть, по сути, иди и кроши Рим, да, называется. Да и можно и соседей, на самом деле, покрошить, я не знаю. Можно и поагрессивничать. Типа, позахватывать об уроне. Но опять же, здесь очень много союзников, на самом деле. Очень много. Мелких всяких. Иверомаиндуйское восстание. Ну вот, нафига мне с ним воевать. Серьезно. Ну да, здесь, вот что за территорию не глянешь, везде куча мелких стран, которые готовы восстать. А кроме них, они приведут еще кого-нибудь. И ты в итоге страдай. Ну тут, кстати, можно. Албратония какая-то, Тигурня и Амбари. А, нет, они все придут на помощь. Они все по горам придут на помощь. Да и здесь 24 только у него. Здесь еще 13. Здесь 9. Здесь 16. А если еще учесть и наемников, то вы понимаете, к чему это все приведет. Ну ладно. В общем, на этом мы будем заканчивать эту серию. Всем, кто смотрел, большое спасибо. Мы разобрались с вами с колонизацией, с тем, как она работает. Немножко вам постарался показать, что творится в мире. А также оставлять свои советы и просьбы, что вам показать. Не забудьте поддержать данное видео своим лайком, подписаться на канал, на группу ВКонтакте и так далее. Все ссылочки есть в описании. И всем до скорых встреч.